Итак, наша тема будет называться как? Кто знает? Заветы. Отлично. Вы знаете, что вы вступили в заветные отношения? Да, хорошо. Эти ответы можно давать не в микрофон, можно так, я хорошо буду слышать. То есть, есть вопросы, которые предполагают некий ответ, всем известный, понятный, но все равно его надо периодически проговаривать, потому что, как это ни странно, некоторые могут неожиданно сказать нет. Понятно, да? Не смущайтесь, говорите, как вы думаете, мы будем разбирать эти вещи. Итак, мы знаем о том, что мы все вступили в завет. Теперь остается разобраться, в какой же завет мы вступили и какие заветы вообще были, какие действуют, какие не действуют и в каком мы положении по отношению к некоторым заветам. Итак, первый завет, который был, как назывался? В ответ тишина. Завет с Адамом. Спасибо. Кто-то говорит Синайский завет. Спасибо. А кто мне может показать завет с Адамом? Еще раз повторяем. Плодитесь, размножайтесь, господствуйте над землей и не ешьте от дерева. Я понял. Скажите мне, пожалуйста, а в чем вы видите завет? Я вижу пока повеление. Всевышний дал повеление Адаму. Каждое слово Творца, обращенное к творению, является законом для творения. Но завет подразумевает какие-то взаимоотношения, понятные для обоих сторон. Здесь мы видим повеление. И Всевышний давал повеление. Он давал повеление, к примеру, звездам. Давал он повеление? Уставы для неба давал? И что, он с ними тоже в завете? Легко. Вон микрофон. Осия 6-7 написано. Они же, подобно Адаму, нарушили заветы. Там изменили мне. Надо смотреть разницу между заветом и законом. Закон – это любое слово Творца, обращенное к творению. Здесь написано, что они, подобно Адаму, нарушили завет. Стало быть, Адам тоже нарушил завет. И там стоит слово «брит» – именно завет. Итак, что из этого следует? Из этого следует, что Адам нарушил завет. Я понял. Значит, завет был заключен с Адамом. На основании одного места писания у пророка Оси. Ну, а мы будем основывать наше понимание на одном месте писания. Второе место писания. Второго пока нет. Хорошо. Итак, пока мы будем понимать простые вещи. Завет – это некий договор, который существует между двумя сторонами. Это понятно, да? Это некий договор, который существует между двумя сторонами. Иногда две стороны берут на себя обязательства, иногда одна сторона берет на себя обязательства. Но вторая соглашается, вступая в завет. Понятно, да? Мы видим завет, который заключил Всевышний с Ноем. С Нохом, да? И там он назван процедурно чем? Как он назван? Завет. И Ной получает знамение чего? Ничто он получает. В чем он выражался, завет? А он получает? Радугу – знамение завета. Он получает не только завет, но и знамение этого завета. Опять, его завет он выглядел следующим образом. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашится и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные. Все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущие, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. И я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человеческую от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ноя и сынам его с ним. Вот я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим, после вас. И всякую душу живую, которая с вами, с птицами, со скотом, всем зверями земными, которые у вас, со всем вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опостушении земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мной, и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Итак, очень интересный момент. В чем завет? В чем завет? Что не будет больше потопа. Бог говорит, вот завет, не будет больше потопа на истребление. Понятно, да? Повеления остались? Еще раз. Повеления остались? Остались. Но теперь смотрите. Бог берет на себя определенные обязательства. Он говорит, я больше не буду истреблять землю посредством потопа. И это договоренности между Богом и человеком. Так сказать, во взаимоотношениях с Адамом Бог брал на себя какие-то обязательства? Какая-то реакция. Брал? Я предупреждал, что ответ очевиден, но давать мы его не будем хотеть. Итак, брал или не брал? Если брал, нет никаких проблем. Давайте открывать Писание и смотреть. Где Бог брал на себя ответственность перед Адамом что-то сделать? Было такое? Вроде не было. Вроде не было. Значит, в полном смысле вроде и не завет. Было хорошо. Где? Нет, Адам. Мы пока про Адама. Нет, нормально. Мы пока про Адама. Итак, были повеления, были повеления, и Всевышний дает повеление всему своему творению. Это нормально. Но не со всем творением он вступает в взаимоотношения, и не перед всем творением он берет на себя обязательства. И мы видим, в данном случае, он вступил в заветные взаимоотношения со всеми людьми, потомками Ноаха, и пообещал всем им, что больше земля не будет уничтожена вообще потопом. И установил знамение этого завета. Понятно, да? Раду, которую мы видим до сегодняшнего дня. Следовательно, этот завет до сегодняшнего дня действует. Отлично. Вы знаете, почему была уничтожена тогда земля? Ну, закон был? Значит, не было и греха? Ну, так же говорит в Новом Завете? Пока не было закона, не было и греха. А тут, оказывается, было бы закона. Мы помним, говорим в микрофон, и, по-моему, вы хотели сказать. Нет? Да. Ну, Господь сказал Мои, чтобы Он передал им, чтобы они так не делали. Они ослушались Бога, поэтому потом... А где вот это на словах просили передать? А вы спрашивали вопрос. Я понял. Ну, давайте как бы пытаться как-то опираться на Писание. Где Бог говорил? Скажи им, чтобы они и так больше не делали. То есть, понятно, о чем идет речь? Закон был? Закон в понимании, нашим стандартном понимании закона. Вот книжка, вот заповеди, вот, пожалуйста. Заповеди, когда еще не было? Закона тогда не было? Не было. А написано, что если нет закона, то нет и... Понятно. За что? Ну, это нормальный вопрос. Послушайте. Мы себе стандартно принимаем. Они были какие-то злые, плохие, испорченные люди. Они такое делали. Мама дорогая. Ну, конечно, надо было всех убить. Ну, на самом деле, мы тут же понимаем, что закона, как такового, в нашем представлении... Сказала жена змеи, это второй стих, третий главы. Плоды с дерева мы можем, есть только с плодов дерева, которые среди ирая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним. Вот это единственный, видимо, закон, который был. Мы сейчас о потопе. Еще раз. Они что, ели? Они ели? Еще раз. Смотрите. Мы говорим о том промежутке времени, когда был потоп. За что были уничтожены все люди, живущие на земле, кроме Ноя и его потомков? Сейчас, секундочку. Давайте мы поймем, что если у кого-то есть вопросы, у кого-то есть ответ, то мы пытаемся найти вместе ответ тому человеку, который имеет какое-то мнение. И не оставляем до тех пор, пока человек не скажет, я согласен, я не согласен, я понял, я не понял. Хорошо? Мы не будем перескакивать вперед. Попробуем так сделать. Понятно, о чем идет речь? Почему потопил Бог землю? Почему Он уничтожил человечество? Адама и Еву изгнали из рая. И больше они туда не могли прийти? Значит, соответственно, не могли кушать с этого дерева. Понятно, да? Значит, все остальное человечество тоже туда не могло прийти, тоже не могло кушать. Значит, их Бог потопил не за нарушение этого заповеди. Понятно, да? Нет? Понятно, нет? Окей, мы потом поговорим. Давайте дальше. Те, шестая глава. Я понял. Кто будет, спрошу. Я хочу. Итак, есть вариант, Господь раскаялся, потому что это не соответствовало Плану. Но это никак не корреспондируется с вопросом, который я задал. Итак, вопрос. За что Бог потопил? Когда убил Каин Авеля, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. То есть, уже было какое-то распознание добра и зла, греха? Уже какое-то. Хороший критерий. Уже и какое-то. Смотрите. Было ли время на земле, когда мы читаем Новый Завет, Брит Хадаша, мы видим такое простое выражение, что не было закона, не было и осознание греха. Теперь второй вопрос. Было ли время на земле, когда не было закона? Было ли время на земле, когда не было закона? Было. Отлично. Какое? Окей. Это если вы закон понимаете, под словом закон понимаете, синайский закон. Понятно, в чем существуют мелкие штрихи к портрету, какие-то детали, да? Когда мы произносим слово закон, мы всегда думаем, что имеется в виду, и мы имеем в виду закон Синая. Закон Синая. Закон Синая. Но на самом деле, я вначале сказал, может быть, я не обратил вашего внимания, но я сказал такую фразу, любое слово Творца, обращенное к творению, является законом. Это раз. когда Всевышний сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, он не оформил эти в виде письменного указания. Да? Он этого не сделал. Но это был закон, который они не могли что делать? Нарушать. И были последствия за то, что они нарушили этот закон. Это повеление, это постановление, это заповедь, назовите его как угодно, но любое слово, обращенное к творению Творца, является законом для творения. Вторая вещь, которая существует, это римлянам 2 глава. 14 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона и делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они имеют закона? Нет. Но сами себе закон. Значит, имеют? Они не имеют того закона, который имели евреи возле горы Сина и дальше. Они не имеют. Но они сами себе кто? Закон. Они показывают, что дело закона у них написано где? В сердце. Они не имеют его, но они показывают, что они имеют его. они не имеют закона в виде Торы, в виде записанных постановлений, проговоренных постановлений, как имели это евреи, но они имеют дело закона в своих сердцах. «О чем свидетельствует совесть их и мысли их, обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И есть такое понятие у человека, как совесть. это понятие присуще только человеку. Больше ни одно творение на земле не имеет совести. И когда вы обращаетесь к животным, которые не слушают вас, и говорите, что ты совести не имеешь? Так вот, откровения не имеют. Все нормально, не имеют. Только человек имеет совесть. Понятно, да? И это дар свыше для человека. Понятно? Понятно, нет? Хорошо. Хорошо, что нам это понятно. Теперь возвращаемся обратно к потопу. Вам, конечно. Можем ли мы предположить, что закон совести появился в жизни человека после того, как они съели с дерева познания добра и зла? Ну, смысл в чем? Совесть – это очень относительное понятие. Оно не всегда связано с точкой зрения Бога. То есть, ну, как бы, это, можно сказать, вещь, которая относится к добру и злу. То есть, все очень относительно. Прежде всего, материя – основа в странах античного мира. Потом мы получили все возрождение в XIX веке в Европе этого мировоззрения. Напишло атеизм или отрицание атеизма или материализм или секуляризм. Это в основе вот это мировоззрение, которое говорит, прежде всего, материальное, духовное, вообще ничего нет. Понятно. Отрицание духовной составляющей. И есть теистическое мировоззрение, теизм, которое находится в центре и говорит о том, что существует творец, который сотворил весь духовный мир и материальный. И в этом мировоззрении, только в этом мировоззрении существует понятие добра и зла. потому что в анимистическом мировоззрении понятие добра и зла относительны. Понятно, о чем я говорю? О совести вообще как бы собственно говоря нет. Мы говорим сейчас об атеистах? Так, я понял. Хорошо. Нет проблем. Анимизм. Основа духовная. Понятие добра и зла они отсутствуют. По одной простой причине. вот здесь заложено такое понятие как дуализм. Видели такую картиночку? Неизвестно, что есть добро, что есть зло. Есть два начала, которые противоборствуют и стремятся к единству. Неизвестно, кто из них поборет другое. И поэтому для одних добро и зло, для других зло есть добро. И добро перетекает плавно в зло. Мы можем понять из этого тезиса, что есть добро, что есть зло. Вообще нет. Понятно, да? Поэтому понятие добра и зла в этой системе ценностей и в этом мировоззрении просто отсутствуют. Так, они противоборствуют. Неизвестно, кто победит. Законы есть? Понятно. Цель есть? непонятно, кто победит. Конечная цель непонятна. Правила не ясны. Потому что тот, кто выиграет, знаете, золотое правило? Золотое правило, знаете, какое? Хорошее правило. Золотое правило, во всяком случае, в исполнении персонажем мультфильма Аладдин было очень простым. У кого золото есть, тот правило и устанавливает. Золотое правило было такое. Но шутки вот в чем. Тот, кто победит, тот будет правило и устанавливать. А пока не определилась побеждающая сторона, поэтому правило непонятное. То есть дуализм это двойственность. Она не предполагает вообще какого-то определенного ответа и соответственно правило. Понятие добра и зла отсутствует. И цель конечная тоже отсутствует. В этой понятии, если отсутствует понятие добра и зла, могут ли присутствовать понятия нравственности и совести? Ведь понятия нравственности и совести они привязаны вот к этому понятию. Они существуют в отрыве добра и зла? Понятно, да? Материализм. Так, все. Материя. Первичная и вечно. Понятно, что здесь находится конфликт в самом определении данной системы, потому что, следовательно, закону энтропии всякая система или материя стремится к распаду. А в вечности, значит, что произойдет с ней? Распадется. Значит, она перестанет быть вечной. Понятно, да? Но это логический конфликт, который лежит в основе материалистического мировоззрения. Теперь, добро и зло. Понятие добро и зло, оно заменено на понятие прагматизма. Что для меня хорошо, то есть добро для меня. А что для меня плохо, то есть зло для меня. В общем-то, в истории человека мы имеем достаточно много философских систем и организационных систем общества, которые стремились решить конфликт между личностью и обществом. Все измы, они возникали, как правило, для того, чтобы решить конфликт между личностью, желанием личности и желанием общества. Потому что личность, к примеру, так, тут достаточно много есть молодых людей, которые служили в армии, нет? Служили, да? А хотели? А вы хотите? Уже не хочу. Сначала хотел, когда маленьким был, хотел, подрос, чуть-чуть, говорит, уже не хочу, да? Понятно, да? А общество, говорит, что? Надо служить. То есть есть некий конфликт между вашим желанием и желанием общества. Тут есть у нас бизнесмены, я знаю. Налоги хотите платить? Хотите. Отлично. Спасибо. Какие? Понятно. Вопрос, сколько? Понятно. Много. Государство хочет, чтобы вы платили много и разных, и всяких. Понятно. А вы, в общем-то, хотите определить тот размер, который устраивает вас. Ну, понятно. Есть здесь некий конфликт, у вас разное понимание размера между государством и вами. Понятно, да? То есть существует конфликт между обществом и государством. И различные системы по-разному пытались его определить. Но нету, нету какого-то мерила, который скажет, это правильно. Вот это правильно. Потому что, ну, вы считаете, что это правильно, а кто-то считает, что это неправильно. Но когда Всевышний давал Израилю закон, он сказал, что это справедливый закон. Он вводит понятие справедливости. И с этим понятием вы уже спорить не можете, потому что оно дано самим Творцом. Так вот, здесь понятие добра и зла, справедливости, что? Отсутствует. Заменим на понятие прагматизм. Ну, понятно, что вы знаете, эволюционная теория, она находится вот в этой системе, да? Или теория большого хаоса. А у хаоса есть закон. Есть? Как только вы скажете, что у хаоса есть закон, он перестанет быть хаосом. Он подчинет тогда какому-то закону. Он такие хаос, потому что у него нету закона. Конечная цель. У хаоса есть конечная цель? Отсутствует. Хорошая система для жизни. Здесь и здесь неопределенность. Здесь конфликт, здесь двойственность, да? Понятие добра и зла отсутствует. То есть, законы отсутствуют и конечная цель отсутствует. Диаметрально противоположные системы мировоззрения, но они чем-то, по-моему, похожи. Как братья-близнецы. Понятно, да? Теизм. Примеряют вот эти два понятия. Есть творец, который сотворил и духовный мир, и материальный, который дал понятие добра и зла, который дал законы и определил конечную цель. Все понятно? Когда мы говорим о понятии добра и зла, это понятие только вот этой системы мировоззрения. Потому что здесь понятия добра и зла, они абсолютны. Там они относительны. Другими словами, их там нет. Понятно в какой-то мере? 7-8. Теперь, есть еще мелкая деталь. Когда мы приходим вот сюда, вот в эту систему мировоззрения, мы можем узнать вот какую вещь. Понятие добро и зло несозависимы. Понятие добро абсолютно спокойно обходится без понятия зла. Добро может существовать без зла. Ему не надо. Понятно, да? Зло не может существовать без добра. Оно не самостоятельное понятие, а понятие зависимое. Потому что зло – это испорченное добро. Если бы не было добра, то не было бы и зла. Но добро может существовать само по себе и абсолютно спокойно и автономно. Оно не зависит никаким образом от зла. Понятно? Нет, зло – это испорченное добро. Откуда берется испорченное яблоко? Из хорошего яблочка. А если не будет хорошего яблочка, испорченное появится? Нет, не появится. То есть, испорченное яблоко, оно зависит от хорошего яблока. Оно не может появиться само по себе. Сразу испорченное. Сначала должно быть хорошее яблоко. И если хорошее яблоко испортить, то получится испорченное яблоко. Добро существует абсолютно спокойно. Ему не надо зло. Оно самодостаточное. Бог сотворил все хорошо. Все хорошо. Он сделал все хорошо изначально. Он ничего не портил. Некоторые думают, что Бог сотворил еще и зло на всякий случай, чтобы испортить добро. Ну, ему скучно было, он сотворил все хорошо, а потом он решил, ну, что-то вот оно так хорошо. Как говорят, знаете, в шутке Равина, нельзя жить так хорошо, нужно уметь портить себе удовольствие. Потом он решил себе испортить удовольствие. Понятно, что это не так? Бог сотворил все совершенным образом. Все он сотворил хорошо. И он сотворил свои создания со свободой выбора, со свободной волей. И вот существа, наделенные свободной волей, а это хорошо или плохо? Хорошо. Вот они решили проявить свою волю. Вот таким образом. Понятно, да? Они решили это сделать. И поскольку они это сделали уже, они испортили добро. Ясно, да? В нашей системе мировоззрения понятия добра и зла, они абсолютны. Потому что они дарованы Творцом. Они неотносительны. В других системах мировоззрения, они относительны. Но мы получили его как дар от Бога. И этот дар совершенный и абсолютный. Добро. А зло – это испорченное добро. Можно ли сказать, что когда Адам с Евой скушали плод с дерева позлания добра и зла, они познали Божий взгляд на добро и зло? Или на какое именно из добр и зло, так сказать, в системе мировоззрения, они получили познание? И почему это было плохо? Почему это было плохо? Узнать точку зрения на добро и зло Бога. Не, может, это было и хорошо, но он запретил это сделать. Творец, он запретил. Он, сдав запрет, сказал, по велению того, чего нельзя делать, дал Адаму и Еве проявить выбор. Он дал возможность им проявить свободный выбор – послушаться или не послушаться. Было ли хорошо слушаться? Да. Было ли плохо слушаться? Нет. Все было хорошо, надо было слушаться. Непослушание есть что? Грех. Зло – преступление заповедей. И он говорит, послушайте, ребята, важно, чтобы вы знали, важно, чтобы вы знали последствия того, что произойдет, если вы не послушаетесь. И он сказал им о последствиях, которые произойдут в их жизни, если они не послушаются. Это понятно? Здесь все на местах. Хорошо ли было им узнать? Ну, конечно, хорошо. Только плохо, что они узнав, приступили. Заповедь, мы не можем находиться в вопросе гадания. А что, Бог хотел их, чтобы Бог хотел, может быть, он потом это открыл. А вот как, что, почему, как, зачем? Вот такой вариант или вот такой вариант, у нас нету таких размышлений, потому что то, что нам необходимо знать, Писание открывает нам достаточно просто и ясно. Бог насадил два дерева, от которого можно было кушать. Дерево, это дерево, это дерево жизни. И второе он насадил, дерево познания добра и зла. Когда он это сделал, когда он это сделал, он сказал, от всех деревьев можете кушать, и от дерева жизни что, можете кушать. А вот от этого, ну, не надо. Ну, зачем вам неприятности? В вашей жизни произойдут проблемы, если вы будете кушать от этого дерева. Достаточно ли знания было у Адама и Евы? Они достаточно были, в общем-то, продвинутыми людьми. Я вам скажу, что если бы вам поручили на сегодняшний день назвать всех животных, ну, нам бы было, наверное, не так просто это все сделать. Да? А, ну, Адам как-то, ну, особо не задумался. Пошел и начал называть. Понятно, да? Как-то, ну, нормально, развитый интеллектуально был человек, если мог пойти и вот так вот выдумывает все названия, и мы до сих пор им пользуемся. Нормально. Хорошо все? Не глупый был парень. Но ему говорят, послушай, Адам, вот иди, занимайся. Вот тебе работа, вот тебе это, вот тебе то. Вот этого не надо. Вот этого не делай. А почему? А я хочу, а мне это надо, а мне интересно. А что будет? У него, по сути, не возникло таких глупых вопросов, потому что ему сказали, чем ему заниматься. Он не маялся там безделием. И он имел общение с Творцом. Он имел общение с Творцом, и Творец приходил к нему и общался с ним каждый день, гуляя с ним в прохладе дня. Все было хорошо. Но тут было кому-то скучно, и кто-то решил приступить это повеление. Что-то хорошее получилось? Плохое. Плохое. Так что в знаниях ничего плохого может быть и нет. Только, может, не все знания нам надо получать. Понятно, да? Перерыв.